В Самарской области смертность от рака снизилась. Новые технологии в лечении онкологии обсудили на международной конференции. Их работа трудна и горожанам не видна. В Самаре на глубине 14 метров строит коллектор для обслуживания стадиона Самара-Арена. В 2016 году число ВИЧ-инфицированных в России достигло 1 миллиона человек. 1 декабря во всем мире отмечают день борьбы со СПИДом. Стройка, скрытая от глаз. В Самаре в районе улицы Шмидта на глубине более 10 метров идет строительство дублера – коллектора Волжского склона. Старой канализации исполнилось уже более века и обслуживать современный город в полной мере она не в состоянии, особенно учитывая грядущий Мундиаль. На участок длиной в 5 километров потратят почти 2 миллиарда. Он станет основным для обслуживания нового стадиона Самара-Арена. Работы ведутся по самым современным технологии. В чем преимущество стеклопластиковых труб перед устаревшими бетонными, знает Андрей Горгуленко. Ручной трамбовщик, которым уплотняют землю вокруг котлована – это единственный шум отстройки коллектора Волжского склона. Проходит она на глубине 14 метров. Это возможно благодаря особой технологии микротоннелирования, которая в Самаре применяется впервые. Она позволяет за сутки прокладывать 10 метров трубы быстро и качественно, не создавая неудобств горожанам. Это сокращает сроки работы намного, в связи с тем, что отсутствует большое количество земляных работ. И кроме того, мы идем в плотно застроенном квартале. Вот это все просеки фактически. Поэтому очень удобно и быстрая технология. Дублер самарскому коллектору необходим. Трубы, по которым сточные воды текут сейчас, начали прокладывать еще в начале прошлого века на деньги владельца Жгулевского пивоваренного завода Альфреда фон Вакана. В сегодняшних реалиях густонаселенного мегаполиса старый коллектор моральный технологически устарел. Новая линия канализации соединит между собой коллекторы на улицах Советской армии и Соколова. Участок имеет колоссальное значение. Объект действительно уникальный по сложности и по техническим характеристикам. Не только решает задачи по мощностям самого стадиона и территории вокруг него, но и также помогает всему нашему городу разгрузить вот этот сложный участок. Работы по строительству коллектора идут по плану. Сейчас дублер готов почти наполовину, а закончить работы должны в 2017 году. Именно эти трубы из стеклопластика диаметром 1 метр и будут составлять основу коллектора. Главное преимущество перед трубами бетонными – это пониженное поверхностное сопротивление, что увеличит пропускную способность и уменьшит риск возникновения заторов. Гарантия этой трубы 50 лет. Это одна из самых передовых технологий. Она использовалась при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Личность выдающаяся, так говорят коллеги, об Игоре Шитареве, бывшем генеральном директоре завода «Моторостроитель». Сейчас это предприятие «Кузнецов». Человеку, который вытащил завод из финансовой пропасти в 90-е и дал возможность предприятию развиваться, сегодня открывают мемориальную доску. Валерия Макарова работает на торжественном событии. Это событие долгожданное для всех заводчан. Еще год назад здесь задумали открыть мемориальную доску в память о генеральном директоре предприятия «Кузнецов» Игоре Шитареве. Личности выдающейся, как его здесь называют, наверное, все собравшиеся здесь. Он руководил заводом почти что 20 лет, и это время пришлось на довольно тяжелый период в экономике страны. Здесь, наверное, многие согласятся с тем, что именно он спас завод в тяжелые 90-е. Благодаря усилиям его и его команды заводу удалось сохранить производство двигателей для боевой авиации, ракетно-космической отрасли, промышленности, газовой и нефтяной. «То, что есть сегодня, это большое задело было тогда сделано. То, что мы сохранили сегодня как завод, как действие в предприятии, это благодаря, конечно, услуги очень большие ему принадлежат. А сегодня мы работаем практически круглые сутки, работаем с большим напряжением. У нас очень много заказов на текущий год, на будущий период времени, на 17-й год подписаны планы». Подробнее об исторических фактах и перспективах завода смотрите в наших следующих выпусках. Вице-губернатор Самарской области, министр строительства Алексей Гришин переходит на работу в другую структуру, сообщает пресс-служба регионального правительства. Федеральное автономное учреждение «Роскабстрой», которое находится в ведении федерального минстроя, Гришин переходит на основание личного заявления и письма ОФАУ. Соответствующее постановление губернатора уже издано. Временно исполняющим обязанности министр строительства Самарской области назначен Андрей Александрович Крикуненко, ранее занимавший должность первого заместителя. Далее коротко о других темах дня. Самарский университет попал в топ-300 лучших вузов стран БРИКС и развивающихся экономик. Рейтинг уже в четвертый раз составлен британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 24 университета из России. Лучший среди них МГУ имени Ломоносова. В первой тридцатке также оказались два вуза из Питера – Госуниверситет и Университет информтехнологии, механики и оптики. Всего в топ-300 участвуют высшие школы из 48 государств. Тройка лидеров выглядит так. 52 вуза представляют Китай, 27 Индию, 25 Бразилию. В областном суде сформирована коллегия присяжных по резонансному делу об убийстве бывшего полицейского Андрея Гошта и членов его семьи. В состав коллегии вошли 12 человек, еще четверо – запасных. Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 апреля в селе Ивашевка Сызранского района. Экс-руководителя Сызранской полиции, его родителей, жену и брата зверски убили, как предполагает следствие, из корыстных побуждений. Выжила только 7-летняя племянница. Первое заседание суда состоится 5 декабря. По просьбе родственников погибших оно пройдет в закрытом режиме. Семье рабочего из Самарской области, погибшего при крушении вертолета в Ямал-Ненецком автономном округе, выплатят 1 миллион рублей. Напомним, катастрофа произошла 21 октября. На борту вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол», следовавшего в Новую Рингой, было 22 человека. 19 погибло. Одной жертвой крушения стал житель села Осинки Безенчукского района, 51-летний Владимир Салов. У погибшего остались жена, дочь и внук. Владимир Салов работал вахтовым методом на предприятии нефтегазового сектора. Зима пришла в Самару ровно по расписанию. С первого дня сильный гололед и новая порция холода. Всему виной атлантический циклон. Температурный режим на несколько градусов ниже нормы, что по климату соответствует январским показателям. Уже на выходных в городе ожидается снегопад. По предварительным оценкам метеорологов, первый месяц зимы вообще покажется. Покажет себя снежным и спокойным. Экстремальный мороз ожидается только в середине декабря. Речь идет о 20-25 градусах мороза, причем как днем, так и ночью. Завершиться предновогодний месяц обещает умеренно зимней погодой, а возможно даже небольшим потеплением. Юного самарского сказочника пошлют к Деду Морозу в Великий Устюг. Текст может быть написан в любом жанре и в любой форме, хоть в стихах. В произведения войдут в сборник самарских сказок. Самарский литературный музей объявил конкурс для детей от 8 до 16 лет, которые любят сочинять сказки. Жюри определит 5 лучших работ. Заявки принимаются до 15 декабря включительно. Уже принято на рассмотрение 56 сказок. Результаты будут объявлены в конце декабря. Рак-неприговор в Самаре проходит ежегодная международная научно-практическая конференция «Новые технологии в онкологии», где врачи-онкологи разных профилей делятся опытом. Как лечить, как оперировать и как проводить реабилитацию. Современные методы позволяют не только продлить годы жизни, но и излечить болезнь полностью. На форуме побывала Марианна Мирная. Диагноз «рак» – несмертный приговор. В этом убедилась пациентка онкологического центра Лидия Панкратова. Четыре года назад ей прооперировали молочную железу. Она победила болезнь и теперь более тщательно следит за своим здоровьем. Каждый год проходит обследование. Конечно, было страшно, но справились с этим, помогли. Здесь есть и психологи работают, медперсонал успокаивает все-таки, что дают надежду, что все будет нормально. Но самое главное – вовремя это обнаружить, чтобы не запустить. В прошлом году в онкоцентр с подозрением на рак обратилось больше 85 тысяч человек. Большая часть диагнозов подтвердилась. Самым распространенным считается рак кожи. Второе место занимает рак молочной железы. Бороться с болезнью своим пациентам помогают, конечно, врачи-онкологи, которые изобретают и находят все новые методы лечения. И если стадия сранья, то именно на первой стадии, если речь идет только о хирургическом лечении, то необходимости в каком-то химио-лечении, то лучевой терапии, в принципе, не возникает. Но даже если это и будет то необходимо, то страшного такого в этом нет, потому что наши все доктора и обладают большим опытом сопроводительной терапии. И то, о чем вы говорили, выпадение волос, улучшение общего самочувствия, сейчас у большинства пациентов уже удается избежать. Специалисты в «Один голос» говорят, рак молодеет. И хотя с помощью новых технологий удается вылечить большее количество пациентов и продлить им жизнь, надеяться только на врачей нельзя. Каждому человеку необходимо делать самообследование и ежегодно проходить осмотр. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Время красных лент и пропаганды здорового образа жизни. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Во многих странах мира проходят акции, напоминающие о необходимости профилактики глобального распространения вируса иммунодефицита человека. Первые статьи, описывающие симптомы заболевания, появились 35 лет назад. А спустя два года ученые обнаружили вирус. Сегодня в Самарском областном Минздраве состоялось обсуждение проблемы за круглым столом. В регионе зарегистрированы 34,5 тысячи инфицированных. А за последние три года уменьшились показатели по первичной выявляемости этого недуга. При том, что возможностей диагностики стало больше. Согласно статистике, за это время по уровню заболеваемости Самарская область переместилась третьего места на 13-е. Каждый пятый наш житель Самарской области прошел тестирование на ВИЧ. Это достаточно хороший результат, но задача стоит серьезная, как вы знаете. Это 90% охвата всего населения. И не только вместе со всеми ведомствами, службами, общественными организациями мы можем справиться с такой серьезной задачей. И что отрадно, что при этом у нас выявляемость ниже, чем в Российской Федерации. То есть заболеваемость первичная ниже. Если ограничены одни возможности, в ход идут другие. В честь грядущего Международного дня инвалидов в Ленинском районе Самары отметили самых активных. А заслуг у них накопилось немало. И творческие, и спортивные. С неунывающими и жизнерадостными пообщался Андрей Горгуленко. Зинаи деревья скучать некогда. Столько занятий. То для детей подарки надо сделать, то подготовить выставку своих работ для районного праздника. Я и вышиваю, и шью, и вежу, и спортом, настольными играми занимаюсь, и диплом, и грамот получаю. Вообще везде участие принимаю. Это любить надо. Я с любовью отношусь к всему. Таких же бодрых и жизнерадостных людей чествуют в Доме актера. Людей, для которых статус «Человек с ограниченными возможностями» – это не повод унывать, наградили в честь Международного дня инвалидов. Человеку с ограниченными возможностями, представитель органов власти, нужно чуточку в чем-то помочь. И мы стараемся это делать, как у нас на сегодня получается. Несмотря на недок, на свое физическое состояние, они занимают активную жизненную позицию и ведут активную общественную работу. Только таким и может общество называться цивилизованным, только вот в таком формате. Если давать возможность, и людям с ограниченными возможностями чувствовать себя в полной мере полноценными людьми. Члены районной общественной организации инвалидов дома не сидят. Всегда принимают участие в концертах и выставках, в городских паралимпиадах и в соревнованиях по спортивной ловле рыбы. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. На площади Росовского в Самаре сегодня появились световой фонтан и гирлянды. Город украшают праздничные иллюминации. В Самаре в полтора раза больше торговых центров, чем нужно. При этом собираются строить еще один. Кто и где, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафас. Сколько лет исполнится Куйбышевским яблоком в следующем году? Знаменательные даты Самарской области в одной брошюре. Хотите получать свежий номер Самарской газеты? Раньше всех и к тому же бесплатно. Легко скачивайте приложение для iOS и Android и читайте Самарскую газету там, где это удобно вам. Жизнь областной столицы всегда в вашем мобильном. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok